Фух, ну все, закончил монтировать ролик, айда смотреть. Права на ошибку нет. Впереди важнейший гостевой поединок Лиги Чемпионов против польского Естшемски, который состоится 12 февраля в 20 часов по московскому времени. Понимание есть, поэтому понимание, я думаю, придаст нам настрою, конечно, но будем биться, стараться за каждый мяч, пробуем навязать сопернику свою игру. Казанцы отправились в Польшу из Москвы. После уверенной победы над «Динамо» команда провела восстановительную тренировку в тренажерном зале. Зенитовцы существенно поправили свое положение в чемпионате России, а теперь команде предстоит сделать это в Лиге Чемпионов. Да, конечно, понимание есть, нам нужна эта игра, нам надо взять три очка, но излишне не хочется себя накручивать, чтобы это не было во вред игре. Турнирные расклады просты. Борьбу в плей-офф продолжат пять победителей групп и три лучшие команды, которые займут вторые места. Чтобы казанцам не зависеть от результатов других матчей, необходимо выигрывать две оставшиеся встречи в гостях у Естшемски и дома у Халкбанка, в которых необходимо набрать пять очков. В любом другом случае придется следить за результатами конкурентов. Теоретически казанцы еще могут стать первыми в группе, если наберут шесть очков в двух матчах, а Естшемски проиграет в гостях нолику. День, расстояние, мяч и спиной, атака в сетке. Ты можешь делать что угодно, нервничать, не нервничать, это ноль, это эффективность минус ноль. Мы еще тактически сейчас только будем посмотреть видео, договариваться там о тактике, но наше состояние, я считаю, в принципе, игровое, физическое, получше, чем было в начале, когда мы играли мы в января. Волейбольный клуб Естшемски базируется в маленьком городке Естшем-Ездруй, в котором проживает меньше ста тысяч человек. В прошлом сезоне поляки стали третьими в чемпионате страны, а сегодня идут на четвертой строчке. Руководит командой экс-тренер Белогорья Слободан Ковач. В составе есть множество игроков национальных сборных. Линель, Кампа, Фром, Виграс, Канарский, Попивчик и Форнелл. Эта банда уже показала, на что способна, выиграв матч в Казани, уступая на тайбрейке со счетом 9-14. Последние игры показывают, что мы на правильном пути, но, опять же, завтра будет сложно, все понимают это. В принципе, готовимся, как и к любому другому матчу. Единственное, чуть больше концентрируемся на тренировочном процессе, на элементах. Последние победы зенитовцев, а также рождение третьей дочки в семье старшего тренера Алексея Вербова позволяют команде находиться в приподнятом настроении. За поляков же, как всегда, будут яркие и громкие болельщики. Подарили хорошую игру, выиграли у «Динамо». Он сказал, что это главный подарок был. Ну, и там, каждый от себя скинулись ему на коляску. Мне нравится. Польша хорошая атмосфера и как-то позитивно, по-доброму. Я здесь первый раз, но мне здесь комфортно тренироваться, освещение, ориентиры. Все чувствуется, все хорошо. Важнейший матч Лиги чемпионов между Польским Ястшемский и Казанским «Зенитом» состоится 12 февраля в 20 часов по московскому времени. Поболеть за зенитовцев вы сможете, включив прямую трансляцию на телеканале «Матч Арена», а также на интернет-порталах «Спортбокс.ру» и «ТВСтарт.ру». А яркий обзор игры вы первыми увидите только на ЗТВ. Подписывайся на ЗТВ. Продолжение следует...